В чем сила, брат? Одним из самых заметных событий в стране на этой неделе стало официальное открытие газопровода «Сила Сибири». Масштабный совместный проект российского промышленного гиганта и китайской компании. Голубое топливо, как нетрудно догадаться, тоже будет поступать по трубам в Поднебесную. В официальном открытии само собой приняли участие лидеры двух государств. Владимир Путин поручил Газпрому проработать проект еще семь лет назад, но основное развитие он получил в 2014. Тогда к трем самым популярным словам «Крым», «Россия», «Севастополь» добавились еще три, по сути уже набившие оскомину. Это антироссийские экономические санкции. И заключение 30-летнего контракта на поставку газа в Китай называли чуть ли не прорывом экономической блокады. Разумеется, у грандиозного проекта сразу появились и сторонники, и критики. В том, что он действительно грандиозный, сомневаться не приходится. Длина газопровода более 2000 километров, ну а стоимость строительства оценивается более чем в триллион рублей. Когда после подписания контракта эмоции утихли, а санкций нет, пришло понимание, что зарубежному оборудованию придется искать замену. И вот здесь на помощь пришли томские компании. Ну и в целом о вкладе региона в глобальный международный проект готов рассказать Павел Соловьев. Линейный кран на границе с Китайской народной республикой открыт. Представить полвека назад то, что наша страна будет продавать голубое топливо в Китай, было совершенно невозможно. В Центральную и Восточную Европу газ уже экспортировали, а вот с южным коммунистическим соседом разругались. Однако времена изменились. КНР ныне вновь тактический и стратегический партнер, с которого даже решили в итоге не брать предоплату, но в обмен на твердую цену продаваемого топлива. Сегодняшний день, будущие поколения, когда будут круглые юбилеи начала поставок газа в Китайскую народную республику, так же как и 50 лет поставок российского газа в Европу, будут праздновать на самом высоком политическом уровне. И грядущие поколения скажут добрые слова строителям, людям, которые создавали, строили силу Сибири. Для нашей страны, для России этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Один триллион рублей инвестиций, 3000 километров трубопроводов, 38 миллиардов кубометров экспортной мощности в год. Крупнейшую в истории России газовую магистраль запустили в эксплуатацию в Якутии. С амбициозной задачей справились на предприятии «Газпром Трансгастомск». 5 декабря 2012 года приказ номер 493 «Газпром Трансгастомск» назначили заказчиком на реализацию проекта «Сила Сибири». Сегодня, 2 декабря 2019 года, первый этап совместно с нашими подрядными организациями завершен. Обслуживать магистральный газопровод также предстоит томичам, и это не случайно. В регионе накоплен немалый опыт. Уже не первый год специалисты отвечают за функционирование и развитие всей газотранспортной системы Сибири и на востоке страны. У истоков же областной газовой программы стоял в свое время нынешний глава субъекта Сергей Жвачкин. В Вяхере было такое подписанное распоряжение о том, что без «Восток Газпрома», который я тогда возглавлял, до Сахалина ни одного предприятия не могло ничего делать без согласования с нами. Вот с этого рождалась в том числе программа «Сила Сибири». Связь Томска с реализацией планов «Газпрома» на востоке обусловлена еще и научно-производственным потенциалом, который накапливался десятилетиями. Сегодня с госкорпорацией сотрудничают три десятка томских предприятий. Два года назад на электромеханическом заводе «Газпром» запустил производственную линейку. Стоимость инвестиционного проекта составила полтора миллиарда рублей. На объекты газовиков уже отправлены клапаны и автономные энергетические комплексы. «У истоков стояло решение, прежде всего, нашего губернатора Сергея Анатольевича Жвачкина и председателя правления ПАО «Газпрома» Алексея Борисовича Миллера о тесном сотрудничестве и загрузке томских предприятий в интересах и нуждах компании «ПАО «Газпром». Естественно, те задачи, которые перед нами стояли, надо их не просто исполнить, выполнить и про это забыть. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве». В прошлый финансовый год «Эмс» по контрактам с «Газпромом» закончил с цифрой в 2 миллиарда рублей. Совокупный оборот томских предприятий с госкорпорацией по итогам 2018-го – 6 миллиардов. «Надеемся, что в ближайшем перспективе эти цифры уже будут более 10 миллиардов рублей». Товарооборот может увеличиться за счет мобилизации сил действующих партнеров. Например, в СИП-кабеле готовы предоставить свою продукцию, которая требуется газовикам при развитии новых направлений. «Наше предприятие участвует здесь в разработке, есть такие шлангокабели, они будут применяться при разработке арктических шельфов. То есть на сегодняшний день «Газпром» поставил перед собой весьма амбициозные задачи, они хотят реализовать данную ситуацию». Подписанная два года назад между томскими машиностроителями и «Газпромом» «Дорожная карта» будет действовать до 2021 года. В том, что ее действия удастся пролонгировать, сомнений нет уже сейчас. Производственники готовы принять новые вызовы, если госкорпорация поставит перед ними.